Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я буду готовить очень вкусный и очень сочный и пропитанный тортик. Этот тортик, наверное, вам знаком с детства. Это торт черепаха. Конечно же, для детского праздника его можно сделать именно в форме черепахи, с мордочкой, с лапками. Это очень красиво и интересно. У меня этот тортик для взрослого, для папы я делала и к чаю был невероятно вкусный десерт. Для начала нам нужно сделать бисквитное тесто, из которого мы будем делать, собственно, наши лепешки. Белки отправляем взбиваться в чашу миксера со щепоткой соли. После того, как они превратились в легкую пену, добавляю постепенно сюда сахар. Оставляем взбиваться до полного растворения сахара. Когда сахар растворился, вы видите, сверху нет никаких крупинок. Добавляю сюда разрыхлитель и желтки от наших белков. Сразу же выключаю для того, чтобы вместе с желтками наша масса не опала. Они буквально чуть-чуть перемешались, даже не полностью, вы видите. И вот такая вот плотная масса, я бы сказала, даже как на безе получилось у нас. И теперь сразу же сюда буду просеивать всю муку. Муки у меня полтора храненых 200 граммовых стакана сюда уходит. И ложкой просто снизу вверх аккуратненько перемешиваю для того, чтобы не ушла воздушность нашей массы. Смотрите, чтобы не осталось никаких мощнистых комочков, масса должна быть однородной. Для того, чтобы наши лепешки были плюс-минус одинакового размера, я сделала вот такую вот наметку. Взяла бокал такого размера, как мне нужно было наши лепешки. Макаю его в муку и ставлю на тефлоновый коврик. И получаются вот такие вот небольшие отметины. Мы с вами так же самое делали, когда делали эклеры или шу. Теперь удобнее всего, конечно, делать это с кондитерского мешка. Они сейчас продаются везде и одноразовые, и такие, и абсолютно недорогие. Поэтому не поленитесь и купите себе кондитерский мешок, он вам всегда пригодится. И отсаживаю сюда такие высокенькие бисквитные лепешки. По размеру где-то вот они напоминают, как эклеры мы отсаживаем с вами. Отправляем их в духовку выпекаться температура 180 градусов, где-то минут 10-15. Все зависит от вашей духовки. Если духовка хорошая, то за 10 минут они будут у вас полноценно готовы. Открывайте, смотрите, чтобы они по бокам начали подрумяниваться. Они должны остаться светлыми, но бочки у них так подзолотятся немножечко. Но довольно пекутся быстро. Они должны остаться немножко мягкими, это не печенье. Не такое, как прям дамские пальчики. Немножечко мягкие они получаются. Для крема я отвесила килограмм сметаны. Я уже показывала, как я делаю такой крем. И вся лишняя сыворотка у меня сбежала. Отвешивалась где-то около 2 часов. И ушло у меня где-то около 200 грамм сыворотки. Осталось примерно там 800-820 грамм сметаны. В которые я добавляю 6 столовых ложек сахара. И буду растапливать в микроволновке шоколад. Шоколад по вкусу. У меня была задумка либо сделать крем с белым шоколадом, либо с сгущенкой и орешками сам тортик делать. Но так как я решила его делать с вишней, поэтому у меня будет с белым шоколадом. В классическом варианте это просто взбитая сметана с сахаром. Конечно, можно сделать и так. Для того, чтобы шоколад лучше соединялся со сметаной и не дай бог сразу не схватился, добавляю в растопленный уже в микроволновке шоколад где-то грамм 30 горячего молока. Все хорошо размешала. И теперь, взбивая сметану, после того, как сахар в ней уже растворился, ввожу потихонечку в шоколад. Постоянно перемешиваю. Благодаря шоколаду наш крем будет чуть-чуть более стабильный. Он вот такой вот гладкий. Посмотрите, какой он очень прям красивый. И очень вкусный. Пахнет шоколадом. Также его можно сделать и с кокосовой стружкой, его можно делать и с черным шоколадом. Тогда у вас получится что-то похожее на ганаш. И тоже это будет очень-очень вкусно. Для вишни я взяла вишню, убрала с нее косточки, хорошо обильно посыпала сахаром и довела до кипения. Убрала с плиты и до полного остывания она у меня стояла в этом сахарном сиропе. Затем просто руками я ее отжала очень сильно. Можно, конечно, воспользоваться марлей. И такую вишню будут добавлять в начинку. Можно, конечно, после этого ее, допустим, залить коньячком. Все, в общем, по вашему вкусу. И теперь, если крем у вас жидкий, вы можете просто макать эти лепешечки в крем и выкладывать их. Но у меня крем довольно стабильный, он уже сейчас не течет, поэтому я обмазываю свои лепешечки и буду их выкладывать в таком порядке, как мне нравится. Можно цветочком один на другой, здесь уже не принципиально. Если вы будете формировать черепаху, оставьте пару лепешек для того, чтобы вы могли сделать мордашку и лапки. Вот таким вот цветочком я внахлёст складываю лепешки. Тортик получается очень пропитанный, потому что сметанка у нас здесь и снизу, и сверху. И поэтому он получится очень сочным. Не нужна никакая отдельная пропитка здесь. Крема вполне достаточно. И теперь раскладываю вишню. Любые фрукты здесь будут уместны по вашему вкусу. Сюда подходит все, что угодно. Так как это бисквитный тортик, с ним сочетаются все фрукты. И орешки, и карамелизированные фрукты здесь вообще не принципиально. Какой-то мармелад может быть внутри. В общем, все по вашему желанию. Можно вообще делать без ничего. Особенно если это тортик для деток, можно делать без ничего. И теперь на вишню укладываю лепешки. Вы видите, вишня я не доходила до самого края лепешек, чтобы ее не было видно потом. Чтобы следующий верхний слой лепешек покрывал мою вишню. И в срединку я их подсовываю как бы под низ. Вот так вот. Вначале разложила круг, чтобы видеть, сколько мне нужно по диаметру. И вот так вот подложила под низ. И так делаем всю горку. Обмазали тортик. И ему нужно постоять хотя бы часа 4, чтобы он полностью-полностью пропитался. У меня он простоял всю ночь. И теперь я его сверху просто посыпаю какао и буду выкладывать дробленый арахис на него. Конечно же, можно его полить шоколадной глазурью, которую сделать можно на сметане, на молоке, на масле, шоколадным ганашем растопленным полить. Все по вашему вкусу. Можно нарисовать сверху что-нибудь. В общем, тортик получается очень сочный, очень вкусный и делается очень просто. Обязательно попробуйте и удачной вам выпечки. А с вами всегда был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.